Единственный в округе стадион. Неповторимое футбольное поле, которым пользуются жители близлежащих к Видновской гимназии домов. Его закрыли. Люди в панике. Требуют вернуть спортивную зону. Я играю здесь с ребенком на этом поле. Мы постоянно выходим. Я вижу, как другие родители. Круглосуточный стадион практически от рассвета до полной темноты. Играют в футбол. И дети, начиная с четырех лет, выходят с родителями, находят место, время играть. И взрослые играют, и турниры проводят. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот стадион находится на земле, принадлежащей Видновской гимназии. Также спортивной площадкой может пользоваться еще одно учебное учреждение – школа номер 7. То, что некоторое время территория была открыта для посещения – доброе волеизъявление руководства двух школ. Футбола в образовательной программе нет. Поэтому было принято решение стадион перестроить, чтобы улучшить качество образовательного процесса. Физкультура – это такой же предмет, как и химия, и физика, и математика, и так далее, и так далее. И, соответственно, предоставление качественного образования детей в части физкультуры должно, соответственно, идти со всеми нормативами и требованиями, которые есть, которые нам диктует нынешнее законодательство. Беговые дорожки и баскетбольная площадка сохранятся. Появится волейбольная площадка, зона воркаута, спорт-ядро, прыжки в высоту и длину, полоса препятствий. Для школьников разных возрастных групп. Новый спортивный комплекс позволит беспрепятственно сдавать нормы ГТО, результаты которого добавляют баллы при поступлении в ВУЗы. Получить аттестат, я думаю, это главная задача вообще и родителей, и школьников – получить образование достойное с полным комплексом образовательных возможностей. И сегодня это как раз вот и происходит в новом проекте. Мы ведь понимаем с вами, что строится не какая-то торговая точка, а строится спортивная площадка. Реконструкция школьного стадиона стала возможна благодаря расширению Видновской гимназии. Сейчас на территории учебного учреждения идет строительство дополнительного корпуса, которое предполагает реконструкцию прилегающей территории. Нам заявили, что если реконструкция здания идет, обязательно идет благоустройство и реконструкция территории. Без этого проект не подписывался и не утверждался. Его нужно было обязательно утвердить вместе с реконструкцией территории. А в силу того, что стадион – это территория гимназии, он подлежит тоже реконструкции. Мы вообще-то предполагали, что может быть и нет, потому что оно уже поле ушло, оно уже убитое, прямо скажем, что просто они сделают какой-то ремонт капитальный. Но нет, они сказали, что школьный стадион должен соответствовать требованиям школьной программы. Вопрос, смогут ли местные жители продолжать пользоваться спортивной площадкой после реконструкции, пока решается. Руководство школ не против, лишь бы люди соблюдали правила и чистоту. Я попросила строителей, сейчас застройщиков, калитку одну там сделать для населения. Я буду открывать ее в определенное время при одном условии, что если это будут организованные команды, баскетбола, волейбола, то есть мы составим график, они пройдут через меня, я им дам пропуска. Ради бога, пусть занимаются мы только за. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видно этого.